3 июля молодёжному патриотическому центру, расположенному в Брестской крепости, исполнится 5 лет. Накануне этого события его посетил архиепископ Брестский Кубринский Иоанн. Он пообщался с воспитанниками оборонно-спортивного оздоровительного лагеря «Патриот» на простые и важные темы. О том, что любовь к родине закладывается в детстве и начинается с малого. О том, что ребята – будущее страны. И о том, что защита родины – это долг каждого. То, что создаются такие патриотические центры, знаете, это очень хорошо, это здорово радуется сердце. Потому что любить родину – это наш долг. И здесь этому должны учить. Сейчас это нужно, это необходимо, потому что мир, видите, какой. И, конечно, мы ни на кого не собираемся нападать. Но защитить себя мы должны и обязаны. И это должен знать и понимать каждый человек. Лагерь «Патриот» начал свою работу на базе центра с 5 июня. За лето в трех сменах примут участие 84 ребенка в возрасте от 11 до 17 лет из Бреста и области. Владыку ознакомили с распорядком дня и бытом ребят. И хотя сам архиепископ здесь впервые, представители церкви здесь нередкие гости. В рамках работы Молодежного патриотического центра в учебном году и в летний период между нашим областным центром молодежного творчества и представительством Белорусской православной церкви здесь, у нас в территории города Бреста, заключено соглашение о сотрудничестве. Совместно с ними для детей здесь на базе нашего центра проводятся уроки духовно-нравственного воспитания. Они приходят и в беседах, в разговорах, в каких-то определенных практических занятиях показывают, что такое духовность, что такое нравственность, как это необходимо чтить память предков, соблюдать определенные каноны и традиции православной церкви. Это нужно, это необходимо и наше соработничество. Понимаете, в данном случае мы не делимся, это вот ваше, это наше. Это наш общий долг передать опыт и военной жизни, и государственной жизни, и церковной жизни тем поколениям, которые придут после нас. Мы должны научить молодое поколение различать, что есть хорошо, что есть плохо. И, более того, вам скажу, различать даже в том смысле, что, к великому сожалению, в наше время плохое зло оборачивает в красивую обложку и преподносит как что-то хорошее. А для того, чтобы научить всему этому ребят и воспитать будущих защитников Родины, в лагере строгий распорядок дня и все расписано по минутам. Но, похоже, дисциплина и порядок никого не смущают, скорее наоборот. Ведь многие приезжают сюда повторно, а кому-то это место даже помогло определиться с выбором будущего. Я в этом лагере уже в трое раз. Мы занимаемся тут абсолютно разными занятиями. То есть это как и прохождение полосы препятствий, так и рукопашка. Я хочу поступить в Институт пограничной службы. Мне очень помог этот лагерь тоже. Я занимаюсь еще здесь. И каждый год, который я тут уже занималась, мне дал возможность поступить туда и охранять рубежи Родины. Учреждения по типу молодежного патриотического центра очень важны, так как молодежные поколения подвергаются разному влиянию. Из-за этого по исполнению 18-летней все желают пополнить роды новобранцев в армии. Такие центры помогают настроиться, определиться, попробовать себя раньше времени в этом, понять, что армия – это не что-то страшное, а это должное.